Слушайте, на неделе получила продолжение, вдруг ворвался в общественное пространство Промес с видосами, показывает, как он активно тренируется в Эмиратах, штангу тягает, играет в футбол, подтягивается. С чем вы это связываете? В тюрьме Голландской готовятся. Там у них и поля есть, и условия. Что до сих пор Спартак не объявил о том, что контракт с Промесом истек. Сережа, там выход будет только один, как я тебе говорил, либо он будет там высиживать, сколько это возможно, в Дубае, либо поедет в Голландию. Ну, все, уже не отпустят они его, но есть там решение. Но сейчас они закрепят в апелляции это решение судебное, будут добиваться его экстрадиции. Арабам это не надо, я же тебе говорю, ну, если бы он там еще кого-то на машине сбил, может быть там изнасиловал, ну, какие-то могли быть еще эти, знаешь, движения в какую-нибудь сторону, там каких-то поблажек. Ну, абсолютно омерзительнейшая статья. Торговля наркотиками. Вы имеете в виду, что арабам не надо? Что его не выдавать в Голландию? Да, история, что они его не выдали в Голландию на основании решения суда человеку, обвиняемому в убийствах и в торговле наркотиками. Ну, не в убийствах он. Ну, там же убили кого-то, в деле-то присутствуют какие-то покойники, понимаешь? И не выдавать человека, в деле которого там два жмура и у которого там полторы тонны наркотиков. Вот им зачем это? Вот объясни мне. Вот просто найди мне хоть один повод, зачем арабам не делать этого, не выполнять решение этого суда? Для чего? У них от этого какой интерес, какая польза от этого? Ну, подождите. То есть, я правильно понимаю, что вы вообще для себя исключаете вариант, при котором его по каким-то посредническим усилиям все-таки отправят в Россию и не выдавят голландцам? Ну, если только ему втихаря не дали российский паспорт. Ты понимаешь, если ему втихаря, у нас же все время говорили, я исхожу из того, что паспорта у него русского нет. Но у нас все время вот этот, помнишь, тему войдосили, русский паспорт, русский паспорт. По состоянию того, что он преступник, ему не должны были давать российский паспорт, и не могли дать. Но я не исключаю, что по каким-то твоим любимым блатным схемам он мог его получить. И если у него есть российский паспорт, ну тогда возможны там любые комбинации. Но я сейчас, когда с тобой вот эту беседу веду, я исхожу из того, что он только владеет паспортом Голландии. И второй же у него там, по-моему, Цуринам или что-то там еще у него есть. Все. Третьего у него нет. Вот если мы исходим из этой позиции, тогда ему путь только туда. Если же, я тебе говорю, там втихаря что-то там намудрили наши, и что-то ему там выписали нашу паспортину. Ну, во-первых, это очень печально, что таким пассажирам выписывают российские паспорта, это раз. А во-вторых, еще более печально, что за такого преступника будет кто-то еще биться, и кто-то будет его еще оттуда вытаскивать. Это вдвойне противно. Ну, лично мне. Ну, я совсем согласен, кроме фразы по моим блатным схемам. Не понимаю, что вы имеете в виду. Ну, ты сегодня у нас еще на блатной педали ЦУДИ. Вы имеете в виду, что дети блатных родителей не играют. Слушайте, по поводу «Зенита» хотел поговорить. Смотрите, получается, ну, как сказать, они все равно, я вижу, сейчас ищут левую, ну, то есть, русские трансферы у них там, вот, Глушенков называется, этот самый, Соболев, то есть, у них как бы прямо идет работа. Ну, дошло до них, и опять же, эти крики, ну, им надо обязательно обрусячивать состав, потому что недовольство будет расти. Но тут проблема в том, что, я думаю, они, знаешь, как раз круговой, это была такая точка отсчета, после которой идти князян потом, русские поняли, туда идти нельзя. Ты просто идешь туда, как этот... Сидеть на лавке. Да, как и раньше, срывай ковы эти подковы, то есть, ты идешь туда не играть, а просто сидеть на лавке, полировать жопой лавку и получать неплохие деньги. Вот, мы помним опыт Бакаева, мы помним опыт других, поэтому, я думаю, сейчас для «Зенита» будет проблема даже за большие деньги туда загнать каких-то хороших игроков. Вот, потому что, ну, они превращаются вообще непонятно во что. Кто там, даже, который пытается выходить играть, ну, даже возьми того же Сергеева, ну, вообще, что-то такое. Ну, и другие, ну, Мостовой хоть как-то, он там вышел, ну, он просто сам по себе парень, хороший игрок, хороший, отдал эту передачу. В финале Кубка. Да, в финале Кубка, ну, так, ну, какой загубленный талант, ну, он бы в любой другой команде, в той же «Динамо», «ЦСКА» в «Спартаке», ну, это был бы номер один игрок в середине поля. А там вот он выходит один раз, там, в пяти матчах, и, не знаю, на мой взгляд, «Зенит», он не позор, но он могильщик именно российских футболистов. Слушайте, Андрей Владимирович, я вас правильно понимаю, что вот вы и до этого говорили, что вы не считаете, что в следующем году гегемония «Зенита» вернется? То, как мы ее видели, когда за 4-5 туров они выигрывали. Мне, наоборот, кажется, что еще хуже у них будет история. Почему? Ну, совсем в себя начал верить Краснодар. Мне кажется, еще чуть-чуть, и они все равно, с тренером у них проблема, конечно. Был бы другой тренер, я бы 100% тебе сказал, что они будут в следующем году биться за чемпионство. С этим, конечно, нет. Но нервы будут портить, будут лезть. Реально на чемпионство претендовать нет, но будут мешать. «Спартак», ты мне прислал ссылку, президент Лукоева пообещал в следующем году, что «Спартак» будет чемпионом. Значит, получается тоже какой-то движняк. Вот армейцы взяли Николича, я думаю, что с ним и каким-то определенным усилением они тоже будут лезть. «Локомотив» в конце сезона был в порядке. Нет, у нас «Динамо», опять же, которому чуть-чуть не хватило совсем, прямо вот одного гола не хватило. Они сейчас усилятся, и все. Я думаю, что 5-6 команд, это прям будет такая наверху жесточайшая мясорубка, которую будет еще тем более все время подогревать «Ростов», «Рубин». То есть, вот эти две команды, наверное, «Ахмат» будут добавлять «Огонькун» наверх, поэтому у «Зенита» вообще проходных матчей будет только, наверное, «Химки» до «Махачкала». Тема есть. А, и еще там кто-то выше уже третий. Ну, «Акрон». И «Акрон». Хотя «Акрон» не знаю, вполне возможно, что и нет. И не будет проходных. Ну, по поводу русских игроков. Вот сейчас говорят о том, что может туда вот-вот перейти Глушенков. Как вы считаете, Глушенков – это вот тот же Калибов, как вот Коваленко, что будет в основном глухо сидеть, как вот Коваленко? Или он все-таки будет играть, кого-то вытеснит, на ваш взгляд? Никого он не вытеснит. Он на чью позицию идет туда, Глушенков? Ну, может быть, от Тянтофор рода. Клаудиния, что ли? Ну, на место Клаудиния. Ну, Клаудиния сейчас, может быть, и ниже играть. Ну, вот я бы сказал, что позицию, может быть, Сергеева, оттянутого такого, да? Может быть, позицию Венова? Что Сергеев, во-первых, не играет. Во-вторых, Сергеев, на мой взгляд, это не игрок «Зенита». То есть, для «Зенита» он слабый, мне кажется. Он поэтому и не играет не потому, что он русский, а потому, что просто он слабый. Он сколько раз на поле вышел, ну, ничего. Даже в сборной я вот специально ходил, смотрел. Ну, такой, знаешь, ходит пассажир пешком, и все. Ну, вот это а-ля «Поздний Дзюба». Ну, нет, я думаю, я бы на месте Глушенкова ни за какие коврижки бы не шел. Тем более, когда у тебя так хорошо получается в «Локомотиве». Я не знаю, «Локомотив» его продлевает, нет? Ну, у него еще действующий контракт. Ну, все, а что тогда уходить-то? Все там хорошо. Москва, что Питер лучше для места для проживания, чем Москва, нет. Ну, деньги за то, что ты будешь сидеть на лавке протирать жопу? Ну, тут вопрос такой, конечно, индивидуальный. Что тебе больше интересно? Игра и какие-то возможные трофеи, либо гарантированные почти трофеи, но без игры и с хорошим денежным содержанием. Как вы смотрите на переменную в ЦСКА, где убрали Федотова, назначили Николича? Это так неоднозначно встретили? Немножко неожиданно, немножко непонятно. Немножко? Да, у вас нет ощущения, что это вообще как гром среди ясновых? Ты знаешь, с одной стороны, в какой-то первый момент это было как гром, но потом проанализировав, я понял, что, ну, наверное, не гром. Ну, когда ты пятое место, да, по-моему, занимаешь пятое место и задолго до финала вылетаешь в кубки. Ну, как я задолго, Андрей Владимирович? Ну, за три тура, да? В полуфинале они вылетели. Почему? Они разве в полуфинале? Нет, они в полуфинале вылетели и они были там в серии пенальти, они проиграли Зениту. Если бы они в серии пенальти Зенита обыгрывали, они бы выходили на этот самый финал на Балтику. Шестое место они заняли, не пятое, шестое. Шестое, ну, ты знаешь, по показателям, видимо, по тому, что все равно пока еще себя ЦСКА мнит, знаешь, у них этот, ну, багаж, который у вас есть. Уже был на выигрыванных трофеях и привычка еще побеждать у них, по крайней мере, в менталитете осталась. Для них этот результат, видимо, совершенно неприемлемый и поэтому они его меняют. Ну, честно говоря, и команда-то не показывала какой-то феерической игры. Были и провальные матчи, были и неплохие матчи, но, видимо, не смогли прийти к какому-то знаменателю. Они забили больше всех. А пропустили? Ну, пропустили тоже немало. Ну, так, слушай, Сережа, ну, вопрос в том, что, значит, они для себя видят, что при другом тренере они будут выступать лучше. Это их право, они имеют на это право. Да, ну, они прям, слушай, на мой взгляд, лучше так, чем, знаешь, каким-то тренером болтаться, болтаться, понимать, что ты с ним не можешь выиграть, лучше попробовать другого. Если они для себя, наверное, поняли, сделали вывод, что с Федотом они вряд ли что-то смогут добиться, кроме того кубка, который они выиграли, ну, наверное, надо пробовать. С Федотом они заняли в прошлом году второе место. И кубок выиграли. И кубок выиграли. Ну, да. В этом году, видишь, пошел какой-то откат, регресс. Ну, не знаю, слушай, ну, там же тоже ребята не дураки сидят. Они же, наверное, какие-то мысли у них по этому поводу были, для чего они это делают. Ну, это, наверное, тебе, наверное, лучше у них спросить. Это встречено так, по большей части, с недоумением. У вас нет ощущения, что если, и пока непонятно, кто принимал это решение. Ты понимаешь, я тут смотрю просто. Это Гидор Бабаев или это Орешкин, господин? Может быть. В следующем году, если это решение принимали Гиннер и Бабаев, господин Орешкин вправе убрать уже Гиннера и Бабаева, если Николич не справится. Вполне возможно. Но, ты знаешь, я смотрю еще на это под другим, как тебе сказать, призмой. То, что та команда, которая сопровождала Николича, это та же бригада, которая сопровождала Кареру, может грузить ЦСКА игроками. Тут я большого потенциала у них не вижу. Но, явно, все равно Николич, наверное, все-таки какое-то усиление Югославское будет притаскивать. Может быть, там, конечно, другие персонажи. Я не знаю, может, Дейн, там, Ексимович с ним работает. Ну, значит, Ексимович будет затаскивать каких-то игроков, оставляя эту российскую часть этой бригады, наверное, как-то в стороне. Вот. Ну, я помню Дейна, мы хорошо и в Спартаке с ним работали, и он очень хорошо знает Югославский рынок. Он прекрасно разбирается в игроках. И, в принципе, своей работой он может усилить армейцев именно под Николича. Вот. И в этом плане вполне возможно, что они ставят именно на эту связку. То есть, Ексимович и Николич. И усиление, и повышение уровня команды потенциала. Ну, это рабочая схема. Потому что, я тебе говорю, что вот самое такое, ну, как тебе сказать, раздражающая всех часть вот этой команды точно туда не подпустят. А нераздражающая часть этого поставщиков, она как раз, скорее всего, сохранится. Ну, да. Слушайте, по поводу Спартака, я, чтобы, по поводу цитату, которую я и вам присылал. Основатель Лукоила Олег Перов верит в чемпионство Спартака в следующем сезоне. Мы с тобой, да, только что. Он сказал, никаких сомнений. Сказал, он ответил на вопрос, да, конечно, никаких сомнений. В ответ на вопрос, может ли Спартак стать чемпионом в следующем году. Ну, я думаю, что никаких сомнений в том, что он верит в это, а не в то, что Спартак станет чемпионом. Тут же вопрос, видишь, как стоит, верите ли вы? И он тебе отвечает, никаких сомнений. Вопрос был, сможет ли Спартак стать чемпионом? Он сказал, да. Нет, был вопрос, верите ли вы? И он говорит, он верит, никаких сомнений. То есть, он в это верит, а не то, что Спартак станет чемпионом. Поверь мне, так оно и будет. Почему, на ваш взгляд, не один из руководителей, что бывших, что нынешних, не говорят достаточно простых фраз. Мы будем бороться за самые высокие места и постараемся порадовать наших болельщиков. Все. Понятия не имеешь. Мы же понимаем, что это каждый раз идут с красным знаменем и крестный ход. А к концу сезона говорят, в этом ничего, в следующем точно. Тренера и прочее. Ну, что-то же надо говорить. Я думаю, что Олег Перов говорит это, потому что его убеждают в этом его подчиненные. Я уверен, что он, как я тебе сказал, достаточно умный, чем грамотный. Он прямо такой дипломат и политик. Я тебе уверяю, что на фразу он говорит, что он в это верит, а не в то, что Спартак станет чемпионом. Потому что он абсолютно понимает потенциал команды, расклад сил и всего остального. Чтобы Спартак стал чемпионом, в Спартаке надо провести глобальнейшую работу. Причем глобальнейшую работу везде. Внутри клуба, внутри команды, везде. Эта работа не делается ни за полгода, ни за год. Эта работа года на два. Причем, знаешь, с таким вот полным зачищением поляны и наполнением ее абсолютно новыми элементами, составляющими. Вот то болото, в котором он, знаешь, как в ряске такой вот он болтается, болтается. Вот он и будет так болтаться, пока не произойдет вот эта глобальная вычистка. И до этого момента, ну, может, да, может где-то кубок зацепить. Может где-то что-то проскочить. Но в разряд грандов и в разряд лидера российского футбола Спартак в таком состоянии, в котором он находится, сейчас не вернется. Вот ближайшие года три не сможет он вернуться. Что-то шальное залететь, да, может. Но вот так, как, знаешь, давил и был лидером, безусловным, когда Спартак выходил на поле и все тряслись. И думали, как бы за ничейку отскочить. Такого нет, про это можно все забыть уже. Как вы смотрите на тему ухода Аслишковича? Что, на ваш взгляд, это такое? На мой взгляд, это ничего серьезного. На что стоит вообще обращать внимание? Ну, ушел, ушел. Ну, слушай, ну, ты понимаешь, человек попал в тот момент, когда всех отпустило и, не отвечая за результат, просто удачно проехался в конце. Кто-то, конечно, связывал это непосредственно с ним. Но я думаю, это просто стечение обстоятельств так бывает. И соперники были не самые сильные. Да и шальные там какие-то моменты залетели. Ну, в чем заслуга Слишковича? Когда Писяков этот больной побежал вначале выбивать, потом еще чего-то. Ну, где? Ну, получил Ростов там, не помню, 4-5. Ну, он-то тут при чем? И все остальные там тоже вопросы. Ну, это не та фигура, вообще, вокруг которой нужно какие-то, знаешь, акценты расставлять. Ну, повезло парню. Он дал этот период, показал. И теперь, вполне возможно, кто-то на него обратит внимание и вообще подумает, что хороший тренер и возьмет его в какую-то команду такую ниже ватерлинии. Ну, я имею в виду после восьмого места. И вот если он там покажет такой же футбол, ну, тогда о нем стоит вообще говорить. И стоит уже что-то обсуждать, а пока обсуждать вообще нечего. Но у вас нет ощущения, что он сам, как бы, думал, что ему после того, как вот он подхватил это упавшее знамя после отставки Абаскаля, что ему дадут порулить? Медные трубы. Они всех губят. Огонь, вода первичная, а в конце их не выдерживает. Наверное. Я думал, что да. Решил пойти ва-банк и в итоге вышел вообще... Вышел вон. Да. Ну, так бывает. Ну, да. Знаешь, когда поверил в себя, понесли ботинки Митю. Тема с Соболевым и Зенитом, это широко обсуждается, что вот может уйти. Вы понимаете, зачем Зениту Соболев и нужно ли Соболеву уходить в Зенит? Ну, если я правильно помню, то Соболев клиент же Паша Андреева, но Паша поставляет игроков в Зенит. То, что Соболев лучше Сергеева, несомненно, причем в два раза. То, что у Зенита нет впереди второго хорошего фактурного нападающего. Ну, Кассир это одно, но я думаю, что в паре с Соболевым это была бы неплохая линия нападения. Ну, вот опять же, тут как бы убиваешь двух зайцев. Во-первых, ослабляешь Спартак окончательно в атаке, оставляя с одним этим... Уголь-Д. Уголь-Д, да. И, во-вторых, усиливаешь атаку Зенита. Для Зенита все логично. Причем вот в этой ситуации, я думаю, что как раз вот Соболев, наверное, скорее всего в Зените бы и играл. Потому что он им подходит и по стилю, и так и по фактуре, и по всему. И вот эти все его такие немножечко гобнические выпады, вот эти такие, знаешь, хулиганистые. Но там бы они бы сходили, наверное, на нет. И, может быть, как бы сейчас Зенит весь какой-то такой взбудоражен. Ты помнишь, сколько там они 3-4 драки, они в этом сезоне уже пытались замутить. Ну, не драки, но... Ну, столкновения, да. Поэтому нет. Вот мне как-то кажется, что Соболев туда вписывается по всему своему формату. Вот. Ну, тем более сейчас совершенно, на мой взгляд, нехороший осадок у него после ситуации с Джики. И он понимает, что после Джики он следующий на это же заклание пойдет. Поэтому я бы на его месте, если была возможность, уходил бы. Ну, то есть, о Спартаку. Вы же понимаете, что если Спартак продает, ну, как бы на сегодняшний день, это свой главный актив. Ну, это вообще катастрофа. А у него еще большой контракт или он? Ну, у него длительный контракт, как бы, да. То есть, у него не... Ну, послушай, Спартак, насколько мы видим, он не ценит сейчас свои активы. На мой взгляд, Джики все равно продолжает быть активом. И его никак не оценили, а просто выставили за бесплатно. Ты не забывай, что актив он хорош, когда он дает пользу. Но, на мой взгляд, сдувшийся и не очень желающий играть за команду Соболев, это не самый лучший актив. И мне кажется, лучше его продать и получить какие-то хорошие деньги, чем через год вообще не понимать, как от него избавиться. Но все-таки и парень-то не самый молодой, и если он не покажет хорошую игру, ну и чего? Знаете, я что еще хочу вернуть, просто еще к Спартаку продолжим. Я вот эту тему хочу, просто понять не могу. Вот влюбленность нашего футбольного сообщества в Николича. Ну, то есть, вот я вижу, я полностью согласен там со словами Семина и Газаева, который говорит, один Семин говорит, слушайте, а что, ну, его выгнали в Эмиратах, где он работал. А Газаев говорит, ну, возьмите Игнашевича. То есть, ну, понятно, что Игнашевич это тоже там, да, но это хотя бы россиянин. То есть, в данной ситуации, а чем вот Николич? Я тебе объясню. Ну, то есть, Николич, во-первых, ты, не забывай, у нас же всегда любят тех, кто борется с кем-то, сопротивляется у нас. Поэтому принципу президента, ведь выбрали в каком-то там, в 93-м году Ельцина. Потому что он просто там херню нес, но пер против шерсти. Николич же тоже сопротивлялся тому Кулдыпу, который был в локомотиве. И при этом показывал хороший результат. Я думаю, как раз вот симбиоз этих вещей, хороший результат в борьбе с глупым руководством, он и вызвал такие к нему теплые отношения. Поэтому люди его, как бы, именно на этих отношениях пока еще рассматривают. И поэтому к нему так относятся. Если он не даст, например, результата в ЦСКА, ну так про него все и забудут. А придет Игнашевич, даст хороший результат в ЦСКА, так Игнашевич, как и Семак в «Зените», тоже закрепится на много лет. Ну, это просто время должно пройти. Но пока что, ты понимаешь, на мой взгляд, фигура Николича у всех вызывает именно симпатию в этих двух моментах. Работая в сложных условиях, прорываясь сквозь терни и сквозь редут этих самых чертей административных, ты даешь результат вопреки им. Он же, по-моему, и кубок-то выиграл вопреки, да? Вот, поэтому его и любят. Ну, кубок не вопреки. Кто, на ваш взгляд, более... Ну, они, помнишь, ему там все активно мешали, там же вот это все бурлило. Что, на ваш взгляд, более классный тренер Федотов или Николич? Ой, не могу сказать. Я не такой специалист, чтобы отсоренивать тренерскую работу. И Федотов, он и в Сочи работал, в ЦСКА, и я не могу. Не-не-не, Сереж, я чего? Ну, понял. Вы видите сейчас проблемы с вратарями у «Спартака». Я тебе даже не могу сказать, кто мне из них более симпатичный. Вы видите проблемы с вратарями у «Спартака», где говорят о Лутышонке, о Луневе, еще какие-то... Я вообще не знаю, зачем они об этом говорят. Ну, то есть, Селихов вроде как на выход. Ну, Селихов на выход. У них же этот «Свинов», по-моему, есть. И еще, по-моему, кто-то у них есть. Ну, там молодые есть в «Спартаке» два, но... Я не знаю. Мне кажется, Селихова можно отпускать в «Атышонок». Зачем? У вас есть хороший вратарь, который стабильно стоит, который может занять ворота на ближайшие 10 лет. И вы его не трогаете. Вы зачем все время пытаетесь подложить сзади, поставить какую-то эту шпильку, чтобы человек нервничал. Вы дайте спокойно вратарю стоять. Он стоит и защищает ворота. Получит травму? Ну, тогда будете об этом думать. Вот. А брать Лутышонка, который тоже сейчас на взлете, ну, тут, во-первых, это... Сам Негам и другому не дам. Либо его посадить, зачехлить, либо Максименко зачехлить. Ну, один-то из них точно должен стоять. И тот хороший, и тот хорош. Так зачем это делать? Ну, это какая-то глупость. Тем более, я думаю, что Лутышонка все равно кто-то схватит. У кого проблема с вратарями. И, не знаю, у того же «Зенита» не очень. У «Динамо», мне кажется, проблема большая с вратарями. Они могут его забрать. Поэтому я не думаю, что «Спартак» здесь в лидерах. Просто не проявился еще настоящий покупатель. Как вы видите, почему Георгий пока без команды GK, я имею в виду? Ну, видимо, еще не пришло какое-то осмысление запроса своего. Я не знаю, честно говоря, какие они сейчас с агентом запросы и кому дают. Ну, конечно, он, я слышал, он очень много получал. Поэтому серьезно снизится, но не каждая команда потянет. Я думаю, вопрос будет непростой. Понятно. Слушайте, минус «Урал», минус «Сочи», минус «Балтика». Как вам вот эта вот ротация между лигами? То есть плюс... Я отношусь к этому негативно. Мне кажется, интереса в следующем году в нижней части турнирной таблицы никакого не будет. Вы имеете интерес, а конкретизируйте, что вы имеете в виду. Я думаю, что я... Ты меня просто не дал мне доскать. Я думаю, к 25-му туру мы точно будем знать одну команду, которая уже вылетит не позднее. И к 26-му вторую. Я думаю, все три, которые зашли, все три будут занимать последние три строчки. Ничего не поменяется. Я смотрел их. Нет у них пример лиговского потенциала. Ну, пока что нет. Возможно, Акрон, наверное, каким-то образом усилится. Ну, не бывает такого, чтобы команда с какого-то искусственного поля, с далекой глубинки залетела и сразу заняла комфортное место в середине турнирной таблицы. Потому что, ну, просто даже так немножко ментально это все-таки другой турнир, другое соревнование. Все это будет давить. Просто вот, знаешь, так же, как Химки. Они будут туда-сюда еще там несколько сезонов двигаться. И, может быть, конечно, потом закрепятся. Но все равно это не будет прямо, что вот они залетят. Может быть, они, конечно, сезон и удержатся. Но все равно это все равно будет движение туда-сюда. А потом, ну, возможно. А эти, что Махачкава, что Химки, на мой взгляд, транзитные пассажиры. Ну, вас не удивило, что все-таки не продавили темы с расширением РПЛ? Ну, очень жаль. У меня были обочинения? Нет, я думаю, что никто не продавит. Мы все-таки живем в государстве, где законы превалируют над всем. И если эту тему кому-то захочется продавить, ее надо будет продавливать сейчас. И уже понимать, что в следующий сезон мы, допустим, выступаем. То есть, в следующий сезон одна команда вылетает, три заходят. Ну, как-то меняется. Расширение должно быть принято до начала чемпионата. Никто не даст вводы того, что я думаю, что кто-то даже может в суд пойти и оспорить. Потому что не принимаются такие решения во время чемпионата. Только до. И президентов-то и не было, несмотря на то, какие легендарные команды вылетали. Поэтому ты понимаешь, когда у тебя вылетал и Спартак, когда у тебя вылетал и Динамо, и все вылетали, и ничего страшного не меняли, то менять под Сочи, ну, вряд ли кто-то бы стал такой скандал раздувать. Слушайте, ну, вот история Козлова, да, это опять с чего начали, тем и закончим. История Козлова из Балтики, которая сейчас реально просто супер себя проявила, это же показывает о том, что у нас есть футболисты. Я считаю, что их очень много, им просто не дают возможности раскрыться. Я считаю... Вот из-за этих именно колоний. Ты понимаешь, и у нас очень много ребят, которые немножко позже раскрываются. Ведь вот я помню наш Спартак, и Прудников и Дзюба, это были примерно одинаковые игроки, только Прудников был яркий, и все ставили на него. А Дзюба там где-то был вот за ним. А потом произошел момент, взрослый футбол, и вот Прудников уже закончил ничего, а Дзюба только начал набирать. И вот этим вот ребятам, которые как Дзюба, которые немножко поздние, им-то и не дают раскрыться вот эти вот охвоебы, которых тащат из-за границы, которые занимают их места. Я вот все время радуюсь за то, чтобы таким ребятам давали возможность, которые раскрываются чуть позже, после 20 лет, после 22 лет, когда вот они... Ну, Дзюба же поздно раскрылся, понимаешь? А вот этим им блокируют места, они не могут. То есть у нас получается, понимаешь, россиянин, он либо который уже 18, как звезда, там 18-19, либо он все, где-то за этими затух. А вот некоторые, они и в 22, и в 23 себя показывают, и в 24. А вот этим ребятам закрыт путь, и именно вот этими чертями. И я вот как раз против этого восстаю все время. Ну да, но впереди же Евро, нет у вас ощущения, что уровень интереса к этому турниру на низшей точке вообще за все время перед таким крупным соревнованием? Ты знаешь, я вообще его... То есть я вижу, вот допустим, я смотрел, я извиняюсь, что перебил, чемпионат мира по хоккею. Но я вот сейчас с трудом начинаю вспоминать, а кто его вообще выиграл-то? Вот кто его выиграл? То есть его при этом показывали там, не скажу, что день и ночь, но показывали активно на Матч ТВ. Я не могу вспомнить, кто его выиграл вообще. Чехия, по-моему, нет? Ну потом погуглим. Я не смотрел его принципиально, потому что я считаю, соревнования, которых наша команда, особенно как лидеры в хоккее, исключены, это вообще не соревнования. Это просто, ну, надо вообще тогда просто делать какие-то маленькие кулдыбчики, где самых сильных выгонять и упражнения с лентами среди пидорастов проводить. Вот, и награждать их всем, чем можно. Но, ты понимаешь, так же и это чемпионат мира. Ну, конечно, я его буду... Ой, чемпионат Европы. Конечно, я его буду смотреть, потому что, ну, во-первых, надо время хорошо летом проводить, а во-вторых, ну, интересно. И надо болеть против тех, кто... Вот там в Чехии. Нам враги, да? Вот я погуглил Чехии, да. Я просто с полуфиналов начал так одним глазом, знаешь, так на фоне смотреть, потому что нечего было смотреть. Я удивился, что швейцарцы там куда-то дошли до финала. Они же, по-моему, швейцарцев, да, обыграли, если я не ошибаюсь. Ну, я посмотрел Чехии, как бы, впервые выиграл, побеждал у дома. Ну, сейчас посмотрю. Да, но там швейцарцы где-то там в полуфинале точно были. Вот, и, конечно, футболи наши не так сильны, но все равно, на мой взгляд, вот я еще с того момента, помнишь, когда датчане... Да, швейцарь, когда датчане залетели вместо югославов и выиграли чемпионат Европы, я с того, да, я с того года считаю, что это все вот полная несправедливость, потому что когда ты вместо...